Они написали Бэтмен какой-то, мальчик теперь станет Бэтменом, ну может быть, слава будет вампиром, видишь, вот разные вариации, посмотрим. На Тайване после землетрясения из-под завалов спасли двух человек. Да, еще двух, в общем-то, там повынимали очень много, но, ты знаешь, меня само землетрясение на Тайване удивляет. Вот в прошлый раз, в 99-м году, когда еще сильнее шарахнул, чем сейчас, когда, помнишь, упал небоскреб, просто вот как стоял, он не развалился, а шлепнулся прямо. И всего в том землетрясении погибло 36, что ли, человек. Сейчас вот тоже страшное землетрясение, как они там строят, я не знаю, но видишь, вот, то есть, сейчас вот, там, сколько они сейчас дают, 30, с чем-то человек у них погибших, да, там, 30 тоже, да, вот, сейчас по последним данным, около 30, не будем называть цифру, да, около 30, и 120 человек они не могут найти. Это я сравниваю, вот, армянское землетрясение и в Сан-Франциско, да, или нет, в Лос-Анджелесе, в Лос-Анджелесе было землетрясение. Абсолютно одинаковое по количеству баллов, количеству толчков, все одинаковое, только полуармении похоронило, да, а там 200 человек, и все. То есть, ну, как бы, строить надо, да, нормально, и все будет хорошо. Вот, Тайвань, тому пример живой, очень, слава Богу, что живой. Но меня потрясло сообщение о том, что Япония помощь выделила Тайваню, знаешь, какую? Один миллион долларов. То есть, богатейший Тайвань, ему выделила богатейшая Япония один миллион. По-братски. По-братски. На атомной электростанции, рядом с Нью-Йорком, произошла утечка радиоактивных материалов. Ну да, вот там, что-то, я так понимаю, что это...